Добрый день всем добрым людям! С вами снова Интернет ТВ Чикак, и в студии для вас работают Марина Елизарова и Рита Бор. Добрый день всем! Итак, мы сегодня поговорим с вами на увлекательную тему, на тему того, что можно открыть еще на нашей земле. Ну, на самом деле, вроде бы на земле уже ничего невозможно открыть, и кого не спросили, люди уже везде побывали, все видели, ну, вот знаете, как тот человек, который был раз в кузнице, раз на мельнице, и теперь все знает. На самом деле, земля еще полна своих загадок и секретов, и вот сегодня мы говорим об одном секретном месте, которое находится в Бразилии, это и американский континент, как вы понимаете, но не США. Значит, находится это загадочное место в деревушке, которое называется Абаджане, и вот в это место съезжаются сейчас все люди, которые ищут здоровья, которые ищут себя в этом мире, которые вообще пытаются найти какую-то высшую истину. Вот Рита нам и расскажет, собственно говоря, чего эти люди туда едут, зачем они туда едут, что они пытаются там найти, и можно ли там на самом деле что-нибудь найти, обрести такое, чего нет нигде. Спасибо, Марина. На самом деле, место действительно необыкновенное, необычное, потому что там высокие вибрации и залежи кристаллов. Место открыто было очень давно, и туда направили человека, который обладает не совсем обычными способностями. Его называют медиум или как еще его называют? Ну, наверное, речь, если я правильно понимаю, идет о контактерстве. То есть, на самом деле, вот упрощая немножечко вопрос о вибрациях, потому что я предвосхищаю реакцию людей, иногда люди говорят, ну, погнали, там вот начали рассказывать НЛО, не НЛО. На самом деле, вот вся информация, которая относится к миру непознанного, на сегодняшний день немножко заболтана. Но, когда я говорю заболтана, я имею в виду, что, в принципе, затоптали тему настолько, что уже в ней не видно, не слышно настоящего голоса. Но это место, оно отличается от остальных. Оно отличается, в первую очередь, тем, что там уникальный природный ландшафт, там уникальные природные условия. Там находятся залежи кристаллов. И, как мы знаем, кристалл, в общем-то, это очень информативная структура, поэтому люди с древности, собственно говоря, замечали, что это место обладает особыми качествами. И вот сейчас, в настоящее время, эти качества, эти свойства местности начали использоваться по полной программе. И начали они использоваться определенными людьми. Вот во главе этих людей стоит человек, которого называют Джон от Бога. Да, действительно, спасибо, Марина, еще раз. Лет 40 назад ему сказали поехать именно в это место и открыть там так называемый духовный госпиталь. С тех пор туда съезжаются тысячи и тысячи людей, которые действительно ищут, одни ищут выздоровление, другие ищут просто какой-то духовной трансформации, понимания себя и раскрытия себя. На самом деле, когда я побывала первый раз, у меня была проблема физическая, с моим здоровьем, которая, приехав туда, мне помогла избавиться от этой проблемы. И второй раз я приехала опять, но настолько место удивительное, что хочется там находиться. Рита, вот вопрос сразу такой каверзный, скажем. Вот вы говорите, что вам удалось избавиться от каких-то заболеваний. У вас были поставлены какие-то диагнозы реальными врачами, вот врачами, которые практикуют. И после того, как вы вернулись, эти диагнозы были сняты, по сути дела. Расскажите немножечко подробнее. Абсолютно, да. У меня был низкий уровень гормонов в щитовидной железе, то есть это называется гипотироидизм. И да, действительно, мне сказали принимать гормоны, но я, видя свою маму и всё остальное в жизни, я решила, что я не пойду таким путём, я пойду путём оздоровления другим, более натуральным, более, не знаю, другими путями, чем угодно, но только не лекарства. То есть я не скажу, что западный путь надо отменить, западную медицину, но я решила для себя, что я приму. И вот когда нам рассказали про это место, первый раз было очень удивительно, было непонятно, что происходит. Дело в том, что, опять же, возвращаясь к вопросу о вибрациях, всё у нас вибрирует с какими-то определённой частотой. Даже предметы неодушевлённые, они вибрируют с какой-то определённой частотой, мы знаем это из физики. Там это всё, то есть, выходит на более высокий уровень, опять же, в связи с Кистаном. А Вы не можете нам рассказать, что конкретно происходило? Вот Вы приехали, вот Вы сошли, что называется, с трапа самолёта, попали в это место. Что дальше происходило? Вот что с Вами происходило именно? Что Вы переживали, что с Вами делали? Я расскажу, что там происходит более подробно, конечно. Конечно. Значит, джава от Бога, то есть, когда он читается молитва, и он уже своё физическое тело полностью отдаёт под влияние тех духов, которые там находятся. Очень сложно объяснять вот так вот просто вот это вот, потому что то, что происходит, происходит не совсем обычно. И он уже не человек, он уже не то физическое тело, которое мы видим, когда он просто гуляет вот по госпиталю, общается с другими людьми. А госпиталь – это что? Это помещение, там есть кровати, люди лежат, сидят. Что там происходит? Нет, нет, нет. Это как бы территория, в которой есть одно большое здание и, в принципе, очень приятный садик, в котором просто гуляют люди. Там очень спокойно, очень благоденственно, я бы сказала. Но очень много правил. Опять же, правила нам спускаются свыше от тех вот самых, там мы их называют эндити, мы их будем называть духами. То есть, они к нам спускаются сверху. И очень важно следовать этим определённым правилам. Именно поэтому рекомендуется первый раз туда, особенно первый раз, ехать с гидом, который все эти правила знает и может направить и рассказать, что делать дальше. А если человек не следует правилам, его могут выгнать? Нет, его никто никого никуда не выгодит, но процесс, если человек едет за лечением, то процесс может быть, замедлиться или вообще не произойти. Потому что очень важно понимать, что там происходит и что делать дальше. А что там происходит, собственно? Рассказывай. Вот мы туда попали. Да, рассказывай. Вы меня заинтриговали? Правил действительно много. То есть, есть разные очереди. Есть кровати кристаллические установки, их, наверное, 10 или 11. Есть операции, но это не те операции, которые мы видим на настоящих госпиталях западных. Это операции, которые происходят на непонятном нам уровне. То есть, люди, в принципе, сидят как будто в медитации, но с ними работают. С ними работают так называемые духи. Операция может происходить от 2 до 40 минут, в зависимости от того, опять же, что происходит и как происходит. А потом человеку нужно 24 часа спать. Ему можно вставать, просыпаться только для того, чтобы покушать, значит, обед, завтрак, ужин. Но, опять же, он не может кушать в окружении других людей, потому что его, так называемые, тонкие тела, они открыты после этой операции. Операции, никто не знает точно, как проводятся эти операции, но были случаи, когда человек приезжает домой, Идет к врачу, и у него видят внутренние швы на рентгене или на каких-то других тестах. И это совершенно удивительные моменты. А вот у вас была какая-то операция? У меня были операции, да. Но, опять же, возвращаясь ко мне, если теперь на минуточку, после приезда оттуда я сделала тесты. То есть, процессы, проблемы щитовидки, мы обычно делаем какие-то тесты, проверяем гормоны. И когда я приехала обратно, мои тесты были намного лучше, чем они были до того. Ну, это серьезное заявление, потому что, в принципе, американская медицина славится своим диагностическими способностями. Собственно, это одно из отличий американской медицины от российской медицины, что мнение врача по поводу диагноза пациента не имеет ровным счетом никакого значения. То есть, что врач думает по поводу того, что происходит с пациентом, это его личные проблемы эволюционные или кармические, можно сказать, считать и так, и так. Но, в общем, американская медицина – это медицина диагностическая. И она основывает диагноз на показателях тестов. То есть, если врач не способен доказать свою точку зрения, то эта точка зрения, считайте, не существует. Доказывается это все тестами, то есть, системой многочисленных тестов, и результаты их не должны быть противоречивы. То есть, один тест должен подтверждать другой тест, а не противоречить ему. И никоим образом мнение врача здесь не является определяющим. Определяющим будет мнение экспертов, которые скажут, что вот по такому, такому и такому признаку это следующее заболевание. То есть, вы хотите сказать, что вам, по сути дела, в американской системе медицины сняли какие-то диагнозы после того, как вы посетили вот это место. Возможно, это произошло после второй поездки, но да, эти диагнозы были сняты. И самое главное, что я, в принципе, чувствовала себя очень хорошо. Я хочу сказать одну вещь, что там ни в коем случае, приезжая туда, мы не должны, и этого не рекомендуется, отменять западную медицину. Наоборот, Джоао от Бога и те духи, через которые они, через него работают, говорят о том, что мы ни в коем случае не должны снимать никаких лекарств и должны полностью следовать рекомендациям врачей, приезжая даже туда. То есть, они не говорят, вот люди, к которым вы приезжаете за помощью, они не говорят, в отличие от большинства целителей, что вы немедленно должны отказаться от стандартного лечения, скажем, рака, стандартного лечения других тяжелых, серьезных, иммунных, например, заболеваний и так далее. Ни в коем случае. Это уже позитивно. Абсолютно нет. Мало того, у меня был случай с женщиной, которой я приезжала туда. После приезда обратно в Америку, обратно домой, она пошла к врачам и занялась полностью, то есть, занялась химиотерапией, мало того, операцию, нормальную физическую операцию, которой она отказывалась два года. То есть, ее продиагностировали, у нее был рак. Два года она занималась самоизлечением, сидела на сыроедении и соковыжимательстве. Потом она поехала со мной в Бразилию, но сразу после приезда она поняла, то есть, к ней пришло понимание, что ей просто необходимо сделать операцию. И с ней все хорошо. Как вообще люди меняются от этого визита? Как долго длятся эти визиты? Сколько это примерно занимает времени? Вот какие-то конкретные шаги для людей, которые начинают задумываться, а не нужно ли им съездить куда-то и попробовать что-то альтернативное? Ну, поездка продолжается две недели обычно, но бывают и такие случаи, что рекомендуется людям остаться на дольше, на более длительный период. Мало того, бывает, что говорят, что если ты хочешь быть здоровым, тебе надо пожить здесь довольно длительный период, потому что, видимо, приезжая обратно домой, мы возвращаемся к нашему повседневному стилю жизни, и все возвращается обратно. Такие случаи тоже бывают. То есть я хочу сказать, что помогают не всем. И очень часто это зависит, вплотную зависит только от нас. С какими заболеваниями туда чаще всего приезжают люди и на каких заболеваниях эффект виднее всего? То есть вот с чем люди могут туда приехать? Вот голова болит и насморк. Надо туда ехать? Не надо. Рак? Надо? Не надо. Диабет? Надо? Не надо. То есть с какими заболеваниями в основном приходят люди? С любыми. Совершенно с любыми. Действительно, очень много людей больных раком, очень много больных multiple sclerosis, что по-русски называется, я уже не помню, как. Ну, не важно. Да, это сколь из клювов. Это иммунное заболевание, любые иммунные заболевания. Но бывает так, что приехать нужно не один раз, а несколько раз. И опять же, когда мы приезжаем, надо что-то понять, надо что-то трансформировать внутри себя. Это не только помощь духов. Это на 50%, наверное, помощь духов. Но на 50% это наше внутреннее понимание, что нужно что-то изменить в жизни. А что люди ощущают? Вот они слушают какие-то голоса, видят какие-то видения, или у них просто физические какие-то ощущения происходят. Вот как это происходит? Вот вас заталкивают в комнату, и вы там сидите и медитируете? Во-первых, никто никого не кудрит. Они заталкивают, все идут сами. Действительно, для того, чтобы... Там действительно есть медитация. Во время сессии, которая происходит два раза в день, начиная с 8 часов и 2 часа, проходят две сессии с Жоа от Бога. Когда мы приходим к нему, он дает какие-то рекомендации. То есть не он, а entity. Его, кстати, называют entity, когда он инкорпорирует духов. Действительно, люди сидят в медитации. Что ощущают? Ощущения самые разные. Мы все разные, мы все ощущаем энергии по-разному. Поэтому нету какого-то общего, единого рецепта. Каждый человек индивидуален. Кто-то действительно начинает... Кто-то во время, например, операции, вот этой вот духовной операции, кто-то чувствует какие-то сенсации, какие-то ощущения в разных частях тела. Кто-то видит, что действительно к нему кто-то пришел и помог каким-то образом, просто нагнулся, просто погладил. Всякое. У кого-то начинает болеть голова, которая боль потом проходит. То есть... А если человек не умеет медитировать? Вот не было... Ну, жил человек себе своей нормальной цивильной жизнью и никогда с этим всем не соприкасался. Вот очень часто люди, которые приходят в альтернативную медицину, они говорят, я в это не верю. Вот если пришел человек, который говорит, я в это не верю, оно поможет все равно или нет? Ну, помните, да, Нильсборг по поводу знаменитой подковы, когда его спросили, ну, слушайте, вы же физик, ну, как, вы что, действительно в это верите? На что Нильсборг ответил, что, в общем, я в это совершенно не верю, но мне сказали, что оно помогает, не важно, верю я или нет. На самом деле, да, очень хороший вопрос, спасибо большое. На самом деле, такие случаи бывают. Я просто хочу рассказать конкретный пример. Очень часто бывает так, что кто-то один в семье больной, то ли муж, то ли жена, приезжает эта пара туда, в Бразилию. И что происходит? Это просто удивительно видеть, как человек, который, допустим, просто привез, мужчина, который просто привез свою жену, для того, чтобы поддержать у которой иммунное заболевание, просто настолько проникается, что жена сидит просто где-то дома в гостинице, а муж ходит на медитации и просто в полном диком восторге от того, что с ним происходит. То есть, если человек не болен, не считает, что он болен, допустим, чем-то, он всё равно может найти для себя смысл вот в посещении этого места. Я бы сказала так, когда мы тут занимаемся в западном мире своим здоровьем, мы часто ищем пути профилактики как бы заболеваний, да. Там такая профилактика происходит на уровне духа, на уровне души. Вот то, что там может происходить с теми, кто не чувствует себя больным. Вопрос, быстрый, короткий вопрос. Ну вот с вопросом души немножечко более, не менее мы поняли. А как с вопросом компенсации материальной за изменение души? То есть, насколько это реально для человека, потому что мы живём все в реальном мире, и, в общем, деньги по-прежнему остаются эквивалентом товарного обмена, насколько это дорогая поездка и с каким образом. Вот человек сегодня вот услышал нас, и ему интересно, каким образом он может туда попасть. Вот что, во-первых, сколько это стоит, ну, без конкретных, естественно, цифр, потому что неделя и два дня – это разные вещи. И второе, как туда, вообще говоря, попасть? Вот дойти, доползти, какую визу покупать? То есть, что нужно делать? Ну, на самом деле, это не так дорого. Опять же, всё, конечно, относительно. Нужно купить, естественно, билет. Американцам нужно сделать визу. Для людей, по-моему, из Украины, в России не… По-моему, в России нужна виза, в Украине или в Прибалтике, по-моему, виза не нужна. Но есть страны, которые не требуют, Бразилия не требует виз. И проще всего, конечно, связаться с гидом. То есть, гидов на самом деле много, и русскоязычных можно связаться со мной. И я, на самом деле, людей готовлю к поездке. Я с ними общаюсь до того, как те, которые хотят ехать со мной, я их готовить начинаю заранее. Опять же, рассказываю о медитациях, рассказываю о том, что там происходит. Для того, чтобы уже приехав туда, мы могли полностью начать этот процесс, не задерживаясь на каких-то мелочах. Рита, ну, вы знаете, вот как бы, любое появление любого такого серьёзного целителя или предсказателя, оно обычно сопровождается облаком очень противоречивых отзывов. Кто-то говорит, что вот этот человек знал всё, ну, помните, как с Бабой Вангой. Кто говорит, что это чистейшей воды шарлатан, и, в общем, то, что происходит, не имеет никакого отношения к реальности. Вот что бы вы сказали людям, которые сейчас вот нас смотрят, слушают и говорят, ну, нет, ну, это очередное шарлатанство. Вот у вас есть, что им ответить? Конечно, конечно. Во-первых, как говорит сам Джоа от Бога, он не лечит. Он посредник между Богом и нами. Ну, для тех, кто верит в Бога. Для тех, кто не верит в Бога, может быть, это как-то может звучать по-другому на самом деле. Это может быть универс, это может быть какие-то энергии, это не имеет значения. Действительно, выздоравливают не все и помогают не всем. Но тут настолько много причин, начиная от того, как мы себя ведём, как мы себя выставляем, думаем, как мы мыслим, как мы относимся к себе и окружающим, наш характер. Карма, опять же, есть такое слово, которое, опять же, может быть, не все в это верят, но оно существует. Как мы выражаем свои мысли, я уже говорила, как мы думаем, как мы питаемся, как мы себя ведём. И это является частичкой того, может человек выздороветь или не может выздороветь. Готов ли он принести в свой... Опять же, болезнь даётся нам не просто так. Болезнь нам даётся для того, чтобы что-то понять. Вот понимание, вот эти понимания там, прибудет к человеку намного быстрее. Поэтому есть возможность излечиться. То есть, подводя итог под нашим сегодняшним разговором, я думаю, что любому человеку, независимо от того, верит он в возможность исцеления или нет, было бы очень интересно побывать в таком необычном месте и пережить такие необычные человеческие переживания. То есть, посетите ли вы Абаджане с чисто туристическими целями, или вы посетите Абаджане с целью приобрести здоровье, открыть для себя что-то новое в духовной практике, открыть себя самого, открыть удивительных и интересных людей. В любом случае, вы ничего от этого не потеряете. И, скорее всего, что-то приобретёте. Если у вас появился интерес, реальный интерес, ну, конечно, я думаю, что и сотни вопросов, самого различного толка, от возвышенных до вполне практических, обращайтесь, пожалуйста, к Рити Барт, и вы можете написать нам, на студию. Мы, конечно, дадим с удовольствием вам информацию, потому что я думаю, что чем больше мы будем знать о таких необычных местах, тем больше мы в этой жизни успеем. Ну, начиная с впечатлений, которые мы можем получить, и кончая теми безусловными бенефитами, которые мы можем получить в виде здоровья, в виде обретения себя самого, и в виде обретения какого-то такого интересного духовного и человеческого опыта, который, может быть, независимо от кристаллов, что-то поменяет в вашей жизни. Итак, обращайтесь к Рити Барт, пишите нам, и мы остаёмся с вами. Это интернет-ТВ Чикаго, и с вами были Марина Елизарова и Рита Барт. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова